В.ПУТИН. 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 То есть любому выдвинувшемуся кандидату, любой партии в обязательном порядке встретиться с президентом для того, чтобы обсудить возможное участие в выборах. Таким образом, это был бы такой легкий канал доступа к президенту, и президенту некуда было бы деваться. Этот императивный характер в окончательной версии закона снят. Второй момент. Конечно, все говорят о разного рода фильтрах. Во-первых, президентский фильтр в окончательном законе фильтром как таковым не является. Это возможность консультации, причем возможность со стороны президента проконсультироваться по поводу... Правда, не очень понятно, для чего это делать, в чем суть этого механизма, но такая возможность предусмотрена, и никакого фильтра, никакого императивного характера на запрет дальнейшего участия в выборах ни для кого нет. Второй фильтр – это муниципальный выбор. Вот фильтр. Вот он действительно существенный, серьезный и прописан достаточно грамотно. От 5 до 10 процентов голосов муниципальных депутатов надо получить для выдвижения кандидатуры, не менее чем в двух третях муниципалитетов. Если мы рассматриваем закон не как ситуативную игрушку для того, чтобы решить конкретную политическую проблему, то этот фильтр – штука правильная и в теории абсолютно необходимая, и более того, используемая в целом ряде законодательств других стран. Если мы говорим о том, что этот закон не будет меняться на протяжении хотя бы лет 10, то наличие подобного фильтра обязательно, наконец, вызовет интерес партий к работе с муниципалитетами, к муниципальным выборам, а следовательно, к построению действительно внятно региональной политики для партий. Более того, в потенциале 5-60 лет для самой власти этот фильтр может стать серьезной проблемой, если они проиграют выборы в муниципалитетах. А такое возможно. У нас были регионы, где побеждали и коммунисты в каких-то регионах, где-то побеждали левые силы, не коммунистическая ориентация. Но, тем не менее, проиграв выборы в муниципалитет, дальше уже муниципалитеты столкнутся с тем, что муниципалитеты просто будут блокировать тех же кандидатов от власти. С той же самой ситуацией может столкнуться и сама власть. Поэтому в теоретической перспективе это правильно. И последнее, чтобы закончить о фильтрах. Для действующей власти вообще этот закон о выборах губернаторов сложен и будет вызывать определенные проблемы. Это как из серии ситуации «Какие сигареты лучше курить, с фильтром или без?» Ну вот понятно, что без фильтра курить совсем уж вредно, но и с фильтром сигареты ничуть не становятся от этого полезнее. Вот то же самое этот законопроект для власти. Что с фильтром, что без, он для власти является проблемой. Тот факт, что эта проблема показала то количество губернаторов, которое было спешно снято до введения закона в силу. Отсюда, соответственно, понятно, что кроме того, введя фильтр, власть фактически расписалась в том, что к прямой выборности губернаторов пока еще наше общество не готово с ее точки зрения, а следовательно, власть не чувствует в себе силы для абсолютно демократических процедур и игры с обществом. Что касается вообще закона и этих инициатив, я вот с Ларисой Александровной, конечно, не готов согласиться в том, что все, что хочет народ, все и хорошо. Это такая, знаете, какая-то вот такая вот утопия конца XIX века. Народовольцы, социал-демократы, народ, вот он обладает каким-то таким святым знанием, и все, что, так сказать, он не захочет, все хорошо. Народ, если так посмотреть, в массе своей хотел бы не работать и красиво жить. Ну и что? Это тоже хорошо, что ли, да? Народ в значительной степени вообще не разбирается в том, что вокруг него происходит. Поэтому, как таковые выборы, на мой взгляд, не являются ни позитивным, ни негативным, так сказать, обстоятельством. Вопрос в том, к чему эти выборы приведут. А выборы, как показывает история, в разных ситуациях могут приводить к очень разным последствиям. И в том числе вполне свободные, вполне, так сказать, демократические по формальным признакам, вполне неконтролируемые выборы. Они могут приводить к самым разным последствиям. И возвращаясь к 90-м годам, я могу вам сказать, что из себя представляли выборы губернаторов в 90-е годы. Они представляли из себя тотальную борьбу групп влияния за раздел региональных, так сказать, ресурсов. Вот и все. Я уверен, что все разговоры о том, что вот в регионах сейчас начнет бурлить политическая активность, и хорошие, наконец-то заместят плохих, так сказать, да, и добро восторжествует, и правильные идеи поборют неправильные. Ну, это, понимаете, это вот утопия для, как бы, ну, для студентов, вот это хорошо, так сказать, хорошо где-нибудь в студенческих аудиториях такие вещи рассказывать. А на самом деле, на самом деле, будет борьба за раздел экономических ресурсов. Политика быстро уйдет из региональных выборов, очень быстро. Будет, как бы, вот небольшое, небольшое, так сказать, небольшое возбуждение по этому поводу на начальном этапе. Значит, люди, которые вот пытаются делать на этом карьеру, я думаю, в большинстве своем очень быстро, очень быстро покажут свою несостоятельность. И в итоге все вернется к, так сказать, конкуренции групп влияния за расположение федерального центра. Вот что будет. Группы влияния местные начнут конкурировать между собой за расположение федерального центра для того, чтобы, так сказать, успешно выдвинуть собственного кандидата, который бы прошел в главы регионов. И вообще региональные выборы, как были деполитизированы, так деполитизированы в основной своей массе и останутся. В значительной степени они будут деполитизированы, потому что это можно здесь вот в Москве собраться и кричать, так сказать, долой, автократию, даешь, так сказать, свободу. Ну а что вы собрались в Томске и что вы, так сказать, где-нибудь там или в Омске, и тоже будете на этих лозунгах строить избирательную кампанию. Да полный провал. Это будет полный провал, потому что речь пойдет о совершенно конкретных вещах. Вот я вас уверен, я участвовал в десятках избирательных кампаний и губернаторов, и депутатов, одномандатников, когда они там были. Речь пойдет о совершенно конкретных вещах. Кто, как и когда решит конкретную проблему. Засыпет вот эту яму, построит вот этот мост и устроит, так сказать, и каким образом, и, например, скажем, ведет в строй вот этот детский садик. И все. А как раз вот люди, которые будут давить на политические эмоции, они, скорее всего, быстро отсеются. Они быстро отсеются. Это удобно делать в интернете. Это интересно делать, так сказать, на площадях в столицах. А в регионах, скорее всего, это, как бы, ну вот, недолго продержится. Недолго продержится. Поэтому борьба будет такая между группами влияния из-за решения совершенно конкретных хозяйственных вопросов, в первую очередь. Вообще, такие вещи, как там прямой кандидат Единой России, такие вещи вообще могут уйти из региональных выборов. Запросто. Просто уйти, и все, да? И кто, на самом деле, представляет интересы власти, вы и не разберетесь в ряде случаев. И, кстати говоря, это сейчас уже происходит. Когда говорят, вот, победил кандидат от оппозиции. А если покопаться в региональной проблематике, еще неизвестно, кто там от оппозиции кандидат был. Тот, кто проиграл или тот, кто выиграл. Еще неизвестно, кто конкретно чьи интересы представляет и как он собирается работать. Другое дело, что кто-нибудь сейчас попытается, например, скажем, вот этим имиджем оппозиции воспользоваться для того, чтобы, в том числе, если есть возможность, срубить какие-то, так сказать, очки на этих вещах. То есть я это веду к тому, что закон действительно неплох. Я в этом согласен с господином Добромеловым. И да, наверное, это выражает определенные устремления людей. Но в целом, конечно, надо на эти вещи смотреть трезвее и циничнее. Потому что региональные выборы – это всегда, так сказать, борьба за ресурсы, борьба за интересы. Такими они были, такими они являются сейчас и такими они будут в будущем. Я в этом уверен абсолютно. Выборы губернаторов, когда они у нас еще были, власть их посталась постоянно перенастраивать. И главная задача власти была на тот момент, с одной стороны, минимизировать возможности региональной фронты, с другой стороны, организовать передел вот этих вот феодальных империй, которые были созданы, из которых в финансовом плане были наиболее интересны Москва, Башкирия, Татарстан, Якутия и еще ряд регионов, где были практически несменяемые руководители, где были очень серьезные финансовые объемы и так далее. Где-то получалось это сделать электоральным механизмом, когда, например, Муртазу Рахимова попугали на выборах, и он спокойненько отдал федеральным группам башкирский ТЭК, что, в общем-то, его от увольнения все равно не спасло. Вот. Но, так или иначе, вот это вот введение назначаемости губернатора, фактически назначаемости, хотя, нам говорят, ну, вот это вы понимаете, это на самом деле наделение полномочий у нас не назначают, ну, по факту назначение. Вот. Несмотря на то, что оно мотивировалось борьбой с террористической угрозой, понятно, что, в общем-то, в этом направлении оно ничего не сделало. Вот. Но, тем не менее, с одной стороны, это стало, в общем-то, по большому счету, механизмом перераспределения финансовых потоков в пользу крупных федеральных бизнес-групп. И если мы посмотрим на последнее назначение губернаторов, то они в подавляющем большинстве своем корпоративные, то есть конкретной корпорации отдаются, так сказать, под контроль тот или иной регион. Собственно, нечто подобное было на выборах, но вот если говорить там, лихих 90-х, ну, не было никаких лихих 90-х. То, что сейчас происходит на выборах, по сравнению с этим 90-е, это лихие шалости. Это вот помните, знаете, там, Алексеем Кошмаровым в свое время там всех пугали, вот там, типа, вот черные технологии, там, двойников регистрируют, какой ужас, черный пиар, негативные кампании. А сейчас, когда просто банально протоколы с участков переписывают, это, на мой взгляд, совершенно другая история. Я думаю, что ключевая технология сейчас будет, это можете вывести людей в свою поддержку или нет, когда-то, или у вас возникает проблема с уже собранными подписями, или не может собрать подписи, или под каким-то предлогом вас снимают. То есть, к сожалению, вот это будет стимулировать заранее подготовку кандидатов оппозиционных к проведению протестных акций, потому что это основной механизм воздействия на власть. При этом власть, на самом деле, создает себе тоже определенные проблемы. Какие? Первое. Ну вот, часто использовавшаяся на выборах в 90-х, начале 2000-х годов технология использования кандидатов спойлеров, сейчас очень серьезно затруднена. Потому что раньше, как было, идет действующий губернатор, весь в белом, и есть один-два кандидата, которые распространяют негативную информацию о его конкурентах, ну, дескать, такие инициативники. Сейчас подобного рода инициативников будет зарегистрировать достаточно сложно, или надо будет договариваться с представителями каких-то местных партий, ну, наиболее комфортно, наверное, с ЛДПР. Ну, вот, это первая проблема. Вторая проблема, которая даст о себе знать уже в следующем году, это единый день голосования. Потому что если все выборы будут проводиться в сентябре по всей стране, то это будут выборы с низким содержанием. Более того, на чем основывается сила партии власти сегодня на региональных выборах, и для чего делали два дня голосования, то есть три составляющих. Административный ресурс, местные популярные фигуры, и третья, дубинка федеральных телевизионных каналов. Вот третий ресурс, дубинку федеральных телевизионных каналов, власть сама у себя фактически отнимает, потому что лето, начало осени, это время, когда люди по минимуму смотрят телевидение. То есть власть сама себе осложняет возможность создания единой повестки дня по всей стране. Но об этом, я так понимаю, особо не задумывались. Более того, какой возникает риск в ситуации, если рейтинги власти будут снижаться, я думаю, они будут снижаться в силу принятия целого ряда непопулярных мер, возникает риск голосования по принципу не за, а против, просто против любого кандидата от «Единой России». И в этом смысле, особенно учитывая, что сложно регистрировать кандидатов спойлеров, просто-напросто власть может сама попасться в свою ловушку в сентябре 2013 года.